Многие пункты закона об онлайн-платформах и онлайн-рекламе спорные, либо коррупциогенные. Об этом заявил юрист Муслим Хасенов. По его словам, документ нуждается в тщательной проработке и синхронизации с другими нормативно-правовыми актами. Если онлайн-площадки за распространение недостоверной информации будут платить штраф в 70 тысяч тенге, то блогеры в два раза больше. При этом за каждый рекламный контент придется платить налог. Недочеты есть и в самом определении блогера, говорит эксперт. Во-первых, принцип допустимости ограничения прав человека, это не может быть принципом, это всегда исключение. Поэтому из закона нужно его исключить. Есть конституция, есть установленные пределы ограничений, и поэтому в качестве принципа его возводить в этот закон неправильно. Второе, это размытое понятие блогера. Сегодня оно практически не содержит признаков, при каких условиях этот статус получается. И в то же время в кодексе об адам правонарушениях установлена повышенная ответственность в виде штрафов в отношении блогеров.